АВАНГАРД Слушайте, я недавно побывал в расположении АВАНГАРД, который приезжал в Москву, победил Спартак и поговорил с Вовой Ткачевым, который рвется в лучшие бомбардиры КХЛ, поговорил с Сергеем Толчинским и Михаил Кравец. Я его послушал на пресс-конференции и задал ему вопросы. Вот это все видос, вот это видео представляю вашему вниманию. Смотрите, вам будет интересно, особенно если вы из Омска и фанаты. АВАНГАРД 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 Я скажу, что я вызвал на разговор, мы с ним поговорили, он мне сказал, что он от меня хочет и в принципе стараюсь играть в то, что мне тренер сказал, играть в ту игру, в которую он хочет, чтобы я играл. И я стараюсь выполнять. Ты сильно переживал, когда сезон начался так, что ты думаешь, блин, куда я попал? Ты, может быть, какую-то не свою роль исполнял. Насколько ты был не своей тарелки? Да, знаете, где-то на пресезонке уже так нормально все было, да, что-то как-то в сезон вошел и где-то такой, может, микроспад был, тоже что, сам не могу разобраться, вот, надеюсь, такого больше не будет, и, ну, просто стараюсь уходить и показывать свою игру, которую я могу сделать. Найт и Буше, и ты, это можно сказать, что, ну, так трудно взвесить, какая тройка лучших в КХМ, но по игре она точно сейчас одна из лучших. Как вы вообще договаривались, кто что делает на льду? Ну, конечно, партнеры у меня хорошие, да, я бы сказал, даже очень, тоже хорошие вообще, но мы просто где-то на льду договариваемся, там, перезбрасываем, там, либо что-то, ну, то есть у нас как-то так взаимопонимание, ну, сложилось, да, хорошо, и чувствуем друг друга, и, в принципе, никто одеяло не тянет, и это, я думаю, считаю, что хорошо на себя, да. Каждый играет на партнеры, и отсюда вот так и получается у нас. Мне кажется, это, знаешь, это даже такая мини-модель, вот все думали, как может Скачел заиграть в НХЛ, вот так и может, то есть поставить двух таких партнеров, и будет доверие. Насколько вот эти ребята, ну, похоже, знаешь, по такому, это было в Америке, все это ты видел, кухню, прям, это абсолютно готовые НХЛ-ские игроки. Ну, да, конечно, то есть, в принципе, я плохого о них ничего не могу сказать, только позитивно, я им всегда поддерживаю, да, там, где-то что-то не получается. Конечно, бывают у нас спады тоже в тройке, то есть, но мы стараемся поддерживать друг друга и просто получать удовольствие от игры. Вот, а так, конечно, они могли бы играть в НХЛ, но сейчас они здесь со мной, и мы стараемся просто выполнять свою задачу, которую нам ставят. Вы отошли от этой длинной выездной серии, потому что мне Лебутин рассказывал, что он даже сам терялся, в каком городе находится, утром не всегда понимал, потому что, я так понимаю, это было очень тяжело, да? Ну, да, конечно, так, постоянные перелеты, то есть, минимум, да, времени на восстановление, и, конечно, сложный выезд был, но так получилось, так получилось. Но сейчас-то, вот, когда играете дома, новая арена, вот, насколько свалился груз с плеч? Ну, арена, конечно, у нас вообще толковая, я бы сказал, то есть, по меркам НХЛ даже, да, и болельщики, да, приходят каждый матч, там, по 10 тысяч нас поддерживают, то есть, мы не можем показывать плохую игру, да, при них. И стараемся, конечно, чтобы, в первую очередь, мы выполнили свою задачу, победили, да, и чтобы болельщики получили удовольствие, то есть, в принципе. Тебя на матч звезд какую волну выбрали? Там были три волны? Меня не выбрали. Не выбрали? Нет. Вот что-то, подожди, а кого выбрали от Вангаря? Одного толчинца. Одного толчинца? Я просто не посмотрю. А как это, как это, может быть? Ну, что, я сезон так, как-то, не шалка, не волка, иначе, ну, что, там, как раз, пауза будет, восстановлюсь в эти дни, ничего страшного. Даже к лучшему. А если пригласят поиграть в сборную, при том, что, ну, это не тот будет турнир, там, но он все равно важен. Для сколько на тебя важно было бы попасть в декабре? Ну, конечно, если позовут, то, конечно, по йогу. То есть, никогда от сборной не отказывался. И последний вопрос, вот, ну, понятно, что идете за Купом Гагарина, дай бог вам. Какие ты лично для себя ставишь цели, потому что, чуть лучше, чтобы не сглазить, для тебя вот понакатанный вверх пошло. Есть какие-то такие, там, 50, там, очков 60? Слушай, ну, конечно, где-то в глубине души это есть, да, но в первую очередь, я считаю, что я хочу, как можно дальше пройти плывов, да, и дай бог до канала. Там уже, там уже, у меня, как бы, самое главное, это, чтобы командный результат был. Там уже, если будет командный результат, там и свою, я тоже получу. Уточню, кстати, не буду назвать фамилию человека, он говорит, мы сейчас сидели в пресс-центре, говорю, он говорит, ну, Тукачев круто разогнался в чемпионате, но будет плывов, он исчезнет. Как ты говоришь к таким критикам, которые говорят? Потому что плывов, с одной стороны, надо менять свою игру, но с другой, важно, чтобы тебя верили. Ну, к таким критикам я, как бы, спокойно отношусь, к каждому свое мнение, вот. Если человек так считает, он так считает, то есть я никогда, в принципе, не загоняюсь по этому поводу, и там, не читаю, там, что-то такого, вот. Или даже мне кто-то говорит, тоже стараюсь, как бы, мимо в шее, да. У каждого есть свое мнение, то он и высказывает. Молодчик, приятно смотреть на вашу игру, спасибо. Спасибо. Сергей, представляешь, эти ребята говорят, мы не хотим Толчинского писать, его слишком много. Как ты к этому относишься? К чему? Ну, к тому, что они говорят, вот, прям, не бывает этого Толчинского много. Нет, кто так говорит. Ну, ладно, слушай, как тебе этот матч? Ну, нормально, хорошо, что выиграли. Так, конечно. Не самая, наверное, лучшая игра. Не самая? Ну, не самая. Вообще, видно, как Авангард набирает уверенности с каждым матчем после этой длинной... Нет, ты напиши, здорово, что выиграли, хорошо сыграли первый и третий период, но могли бы лучше, и это не самая лучшая игра. Ты, наверное, Славяк Кравиц, кстати, он прям те же самые слова сказал. Вот про периоды, все так, на присутствии... А это нам говорят, что говорит. А, вот так. Насколько вот это чувство вот это приходит? Может, это действительно была какая-то психологическая тема на старте сезона? Потому что сейчас вот видно, что вы возвращаете с каждым матчем вот эту уверенность. Да нет, я просто думаю, немного чуть адаптировали систему под игроков и чуть больше стало получаться в атаке просто. Что для тебя лично изменилось? Ну, не лично для меня, а лично для команды просто. Мы говорили много о том, что нужно сохранять шайбу, контролировать. Понятно, бывают моменты, когда лучше не рисковать и лучше выбросить из зоны и от греха подальше. А бывает момент, когда там никто тебя не атакует, лучше ее сохранить и с контролем выйти из-под давления. Тем самым у тебя больше шансов зайти с позиционной атакой в чужую зону. Вот это поменяли и я и говорю, как с нашим составом это хорошо получается. Сейчас, мне кажется, главная проблема у авангарда, как раз вот такие команды, как с победой. Как адмирал, когда 45-15 по броскам, били-били и не разбили. Да, прав ли? Ну, то есть Спартак, они 12 шайб в последних трех матчах пропустили, там здорово играть, когда там барон. А тот адмирал, представься, 0-1 проиграешь, 45-15 по броскам и вот самая проблема именно с такими командами. Ну, там Серебряков, просто поймал кураж и отбил вообще. Там же не просто были броски какие-то с периметра, там было много бросков, где просто там надавали на пустые и он вытаскивал. Да, там было такое обидное поражение. Но сегодня, ты спросил, похожая ли игра была? Нет, я говорю, вам проще играть с командами, которые в обороне более ветер гуляют, где больше. Пускай они забивают много, кстати, Спартак много забивает. Ну, то есть Спартак, у них ветер гуляет? В обороне, да. Ну, не знаю, я не сказал, что сегодня легко было там играть в атаке, на самом деле. Лично там, допустим, наше звено не так много моментов он создал. Поэтому, не, игра была быстрая, они быстро накрывали, хорошо атаковали, особо, да, были у них провалы. И не скажешь, что там легко было играть. Очень приятно смотреть за звеном, где играет Качев, Найт, Буше. Сильно ли у вас там переживает Грицук, что как-то что-то не все получается? Взять нормально, почти очков за матч, а он? Как ты его успокаиваешь? Ну, переживает немножко, конечно, видно. У меня уже где-то не хватает уверенности из-за этого, из-за того, что он не набирает очки. Ну, стараемся подбадривать, конечно, стараемся играть звеном, в то и в прошлой игре получилось все, с какой-нибудь в этой игре не особо. Ну, в принципе, я думаю, у нас звено неплохо играет, мы много создаем моментов, но реализация, да, не всегда. Реализация, наверное, подводит. Сергей, начало сезона такое прям тяжеловатое было у тебя, что-то где-то не получалось. Сейчас разыгрался, уже прям вовсю, шурующий ли не очко за матч. Я же спросил, кто-то, что это. Я не сказал бы, что наоборот, у меня было очко за матч, а потом 4 остановился. А звено такое, знаешь, у тебя сейчас достаточно экспериментальное, да, с Дергачевым, с Грицуком, который сбавил, к сожалению, в этом сезоне. Не грустишь по былым временам и крутому сочетанию с Найтером, с Бюшей? Я еще провокация, что ты сказал, что у меня плохие партнеры. Верните меня к ним, да? Нет, наоборот, мне кажется, у нас хорошо получается. Просто, да, это не отражается в моей статистике, но по игре, ну, если сегодняшнюю игру не брать, а так до этого, мне кажется, очень хорошо играли, хорошо взаимодействовали, друг друга понимали и создавали много моментов. Ну да, где-то там. У меня где-то не везло бы даже с тем же Адмиралом, сколько, у меня там 6 бросков створ было, плюс булит, и то есть, а за годом голов не было. Поэтому, да, бывают такие игры, где не идет, но, в принципе, мы хорошо играем. Я сейчас, дай спрошу, я сейчас этот ошибся, когда с Ткачевым брал интервью, я говорю, в какой волне тебя избрали на матч звезд? Он говорит, меня не избрали, от нашей команды едет только Толчинский. Во-первых, какое-то чувство, когда ты избранный, единственное? Ну, я, во-первых, считаю, что тот же Ткач и Найтер и Буш тоже заслужили попасть на матч с их звезд. Ну, как будто без вопросов. Лично я, ну, мне приятно, что болельщики-то приголосовали. Я думаю, это очень такой важный момент, когда болельщики голосуют, значит, что-то получается. Поэтому спасибо им огромное и стараюсь их порадовать. Ну, это значит, надо тебе кепок там на всю команду покупать? Есть какая-то традиция? То есть, один едет, закупает атрибутика на всех? Надеюсь, нет. Нет? Вырезай эту опору. Сергей, твой гол, такой необычный, северстали, у которого получился, скажем, вот, меня мучает вопрос. Это ты прям специально все так задумал или же здесь вот какая-то такая счастливая случайность? Или прям такой в стиле Кучерова как-то? Помнишь, Кучерова как-то гулять, такой красивый? Ну, конечно, я еще до получения шайбы знал, что он ляжет. Там вот было, сколько шайбы шириной получается, сколько метра, ой, метр, сантиметр. Знаете, что шайбы шириной шайбы? Ну, сантиметр 50, наверное, там вот как раз зазор 2,15. Ну, ты прям геометрически все просчитываешь, гений. Гений, я всегда говорил, золотой мальчик отечественного хоккея. На самом деле, он просто все правильно делал. Я просто там опустил голову, чтобы у меня шайба начала скакать, я опустил голову. В этот момент, ну, как правильно сделал выпад, начал ложиться. Просто мне повезло, что она, ну, у меня ничего не оставалось, просто я уже ничего не успел, просто ее туда катнуть. Просто повезло, что она успела проползти под ним раньше, чем он полностью лег налево. Впереди, по-моему, у вас два матча с Акбарсом, где-то рядом они, да? Вот насколько это особенная тема для вас? Потому что Акбарс самая хайповая команда сейчас, вот все их обсуждают. Там, кстати, опять проиграли ЦСКА. Насколько для вас особенный матч? Потому что, ну, как в футболе, например, Спартак-Зенит, все их ждут. Насколько вы их ждете? Скорее, просто интересно с ними будет сыграть, потому что все-таки состав там очень хороший. И насчет хайпа, понятно, да, там про них много говорят, но нет такого, что про них много говорят, хочется сыграть. Просто хочется сыграть, потому что там очень хорошие игроки, и, да, у них там не получается, проигрывают. Но все равно, понятно, что команда очень сильная, и будет тяжелый матч, скорее всего. Сергей, расскажи про Омск, как тебе вот вообще, все ли нравится, все-таки первый такой, да, твой опыт, наверное, первый сезон за пределами московского региона. Ну, когда? Ну, да, я же 6 лет не играл в Америке совсем. Нет, ну, я имею в виду в континентальной хоккейной лиге, про Америку-то понятно, тут все. Где еще играл, расскажи. Где еще играл, расскажи. А, где еще. Он же уходил домой вроде. В Омске как нравится, да, тебе? Какое любимое место? Три места любимых. Нравится в Омске, все отлично. Эрмитаж, Омский. Я ходил как-то случайно. Да нет, с чего, как вы говорите, Таш. Ну, я ходил, но не сказать, что такое любимое место. Что мне нравится? Да нет, на самом деле, если так, без, может, это звучит, конечно, там банально, сюда, но арена, конечно, одно из самых любимых там мест, потому что, ну, с такой ареной реально очень. Во-первых, там приходит каждый день, на каждой игре, на каждой игре, на каждой игре, да, вот, 12-5 болельщиков, там 11 с плюсом, поэтому там всегда хочется находиться, и каждая игра как праздник, на самом деле, поэтому, вот, арена, наверное, одна из самых любимых мест. Раздевалки комфортные на арене? Ну, да, нормально. А твое местечко прям оборудовано? Именно моя? Как подобает, то есть все устраивает или что-то можно было видоизменить? Ну, три вешалки есть, хватит, нормально. Я напоследок спрошу, я помню, у нас, когда редакция приезжала в другое здание, все начали бегать по помещению, говорить, вот я здесь буду сидеть, я здесь буду сидеть, как вы в раздевалке делили, кто где будет сидеть? Я понимаю, у вас там традиции с прошлой раздевалки, но нужно же было бы выбрать самое такое клевое место. Нет, мы пришли, наши уже места были, все подписаны, и кто где сидит, мы не выбирали. Ну, там, понятно, я с Дорогачевым не очень хочу сидеть, но что делать? То есть тренеры распределили? Нет, кстати, я не знаю, потому что, может, тренера распределили, потому что я знаю, что Боб, вроде он распределял, кто где сидит, защитники с одной стороны, нападающие с другой, но сейчас у нас тоже защитники с одной, нападающие с другой, поэтому, да, наверное, тренер, и, может, просто ребята у нас персонала, как вот получилось, так и рассадили. А какие-то пожелания учитывались там персональные? Вот я хочу вот тут вот в серединке, чтобы там Грицук неподалеку сидел, например. Я специально подальше берусь в кассир. Оставим интригу, почему? Спасибо, с победой! Да нет, все, с Дорогачевым нормально сидеть, с Грицом тоже хорошо сидеть, а то потом из контекста все выражут, там Чинский не хочет с Грицом сидеть, поэтому у Грица не идет, начнется там. Ну, так вот бывает в авангарде. Спасибо, с Грицом дружу, с Дорогачевым дружу, все. Спасибо, Сергей, удачи! Все, пока! Так, коллеги, начинаем наши традиционные после матча в пресс-конференции, с нами исполняющая обязанности главного тренера хоккейного клуба «Вангард» Миквеллия Горьковича Каяц. Тренер, больше комментарий подъем? Ну, мы знали, что спортак непростой соперник, такой очень агрессивный, быстрый, очень хорошо играет нападение, просматривая игру в Соскар, Сибирь, ногу забивает, особенно на второй период. И на это дело реакция, к сожалению, все равно неудачно мы сыграли второй период. А первый, третий период, в принципе, хорошая игра, хорошая дисциплина, голы в большинстве, в третьем периоде 5 на 5, немножко в обороне, опять же, были небольшие погрешности. А там Роталь подвырушил, молодец. Ну, нельзя забывать, что спортак, как я сказал, хорошо играет в атаке, поэтому, естественно, было тяжело. Ну, выстрелили, победили, едем домой, впереди у нас Сибирь, нужно готовиться дальше. Калибин, вопрос из-за ли? Павел Лосенко, да, я спрошу. Когда вы начали работать с авангардом, вы сказали важные слова про Ткачева, как вы с ним поговорили, сказали, что ему доверяете. Сейчас он вышел на уровень больше даже, чем Очкова за матч. Какие слова вы нашли? Потому что играет он замечательно, и тройка вот эта сложилась тоже очень хорошая, с легионера. Ну, вы играете, каких-то речей ты не толкал, и просто, когда ты хочешь, чтобы игрок тебе помогал, ему нужно предложить то, что он умеет делать. Требовать от него, с него именно этого. Если он это не делает, тогда, конечно, это плохо. Мы так и договорились, что Волод делает и играет на своих лучших качествах, но не забывает, что это очень часто бывает опасно, и поэтому при каких-то потерях или каких-то своих ошибках он должен отрабатывать любому. В принципе, что он и делает. С Найтом и Буше вы им сказали, кто какую роль исполняет, или они договорились между собой, химия вот эта? Конечно, игроки, в принципе, и сами договорятся, но и Найтер, и Буше я выбросил помочь. И они как бы, ну, это как шутка была, мы все посмеялись, и пока все получается, и это хорошо. Да, Михаил Григорьевич, такой у меня вопрос. Вы ведь смотрели предыдущие матчи Спартака, и вот сегодня, мне, во всяком случае, показалось, что матч прямо отзеркалил прошлую игру со СКА. Тоже Спартак выдал очень хороший второй период и перебросал там чуть ли не в два раза авангард. Получается, команда не была к этому готова? Да, нет, команда была готова, но отдельные игроки просто не выполнили это задание. Подумали, что попытались, знаете, бывает, они пытаются доказать, что мы считаем по-другому, мы сделаем вот так. Ну, поэтому и происходит наказание. Есть порядок, есть дисциплина. Защитник при игре 4 на 4 именно во втором периоде не должен бежать на пятак, на подставление, на что-то, что были провалы, 2-1 такие, 1-0. То есть здесь чисто психологическая, но и сопка, наверное, приходит. Когда тебя пару раз накажут, тогда ты уже потом в следующий раз, надеюсь, этого не делаешь. Спартак в последних трех матчах до этой игры 11 забил, все говорили, хорошая атака, но при этом 12 пропустил. И видно, что авангарда такие матчи очень хорошо, когда команда, соседний соперник, не очень хорошая оборона. Вот когда играете против Адмирала, вот два раза, да, вот 0-1, вот эти 2-1, сразу возникают проблемы. С чем связано? Как вот научиться играть еще и против очень таких команд, которые супернадежно в обороне? Акцент мы тоже на это, конечно, делали, потому что понимали, что и пропущенство в таком свой уголок, и что надо давление оказать защитникам. Это так действительно было. Ну, с Адмиралом, я считаю, что здесь вопроса в том, что просто мы не забили. Если бы мы с ними сделали 13 бросков, а мы сделали в три раза больше, и время проверили в атаке, и бурит у нас был, и 2-1 выходили, и 1-0. Так что здесь оборону моих прошли, и прошли вратаря. Третья Кау сделали с Серебряковым, да? Хороший вратарь, он это доказывает. Впереди у вас, если не ошибаюсь, по календарю два матча с Акбарсом, по-моему, да? Сначала Сибирь идите домой. Ну, это не за горами. А потом хорошая поездка, где, естественно, мы увидим, на что мы, в принципе, способны. Но сейчас мы думаем о Сибири, а дальше уже будем решать, как нам действовать. То есть нет такого же, там тройные премиальные, как бывает, такие Акбарс, там все это, впереди Акбарс, такого нет, удалось. Нет, впереди Сибирь, и весь премиар. Все? Якубов находится в списке травмированных до конца сезона, и какие прогнозы по нему? Да нет, он не до конца сезона, он уже вышел тренироваться, в принципе, ему сняли швы с пальцев, с переломного. По нашему катму приедем, он выйдет на лед, завяжем шнурки, повесим гири и заставим гирить. Гири? Это шутка. Я все время хочу спросить, что это за человек? Я все время хочу спросить, что это за человек? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!